я буду следить в принципе за вашими комментариями я начну меня зовут александр вальцев я основатель и генеральный директор of education и сегодня мы с вами поговорим на тему того чем отличается базовая финансовая модель от продвинутый то есть первая часть будет посвящена скажем так концептуальному концептуальным различим дальше уже посмотрим с вами пример модели и посмотрим уровень детализации частности вот тут люди уже пишут ставит плюс что они довольно таки часто моделируют это очень хорошо вот думаю для вас будет полезным давайте начнем с увеличить чем отличается базовая модель от продвинутый базовая модель во-первых понятное дело что в целом можно сказать что уровень детализации раз если мы так одним приложением этим описать мы хотим более подробно разобрать то я на экране можете видеть небольшой список конкретный список то есть базовая модель делает больше упор на общую структуру так сказать big picture то есть важны не какие-то там нюансы не какие-то даже а сам что особо а скорее общая структура обще скелет модели что с чем вяжется и какие общие результаты мы в итоге получаем хороший пример такой модели это модель которую я строю на курсе базового моделирования там задача стоит прежде всего научить людей общим блоком последовательность некому алгоритму строения модели и поэтому там естественно есть определенный уровень детализации но он не такой который какой мог бы быть если бы я эту модель характеризовал как продвинутая то есть я говорил уже только что до работа с большими блоками упор на структуру небольшая детализация нет упора особо на нюансы то есть например если эта модель строится там для какого-то стартапа то там могут не учитываться при вообще налоги да потому что это не так уж и нужно для для модели какого-то стартапа для какой-то небольшой компании вот и как правило модели венчуры они как раз и базовые там нет особо много нюансов это модель я называю ее демоверсии или демоверсии да потому что базовые модели если какая-то модель оценки например receive модель там как правило достаточно лишь посчитать там свободный денежный поток и на основе этого построить уже какие-то таблички с цифрами до которые показывают диапазон оценки компании какого-то проекта где там нет например какого-то анализа метрик там нет как правило прогноза форм отчетности и так далее то есть делается для того чтобы получить грубо говоря в конце концов какую-то одну строчку на основе которой уже можно сделать финальные расчеты по сути цель базы в модели да это принять решение по поводу того есть ли смысл дальше работать над какой-то историей какой-то инициативы да или возможные инвестиции то есть очень часто ребят особенно которые занимаются private equity когда они например рассчитывают какие-то новые инициативы например там бюджет капиталовложений делают в имеющихся портфельных компаниях или когда они смотрят возможные какие-то индустрии новые они там строят модель там на одну-две страницы в одной странице там assumptions выделено второй странице какой-то p&l просто и все на основе этого уже как бы принимает решение там интересно ли дальше что-то усложняет да конкретно рассчитывать привлекать каких-то таких людей экспертов которые могут эту модель улучшить или нет вот то есть go no go decision вот цель базовой финансовой модели модель продвинутая она естественно уже делать большой порт на assumptions на отраслевую специфику то есть некая базовая модель с ней может там особо не заморачиваться то есть использовать там один и тот же шаблон для множества разных индустрий делать небольшие корректировки если мы строим какую-то продвинутую модель дату она уже конкретно строится под определенную индустрию под определенный проект то есть нам более кастомизирована очень часто продвинутые модели до можно увидеть в модели внутри модели то есть например у вас модель по оценки обстрима то есть оценки компании которые занимаются добычей нет здесь у вас может быть несколько разных моделей внутри этой модели например модель производства или модель добычи модель операционных затрат вас может быть модель например с налогами связаны да там расчеты ндс расчеты ндп и расчеты налога на прибыль и так далее у вас может быть отдельная модель если это какой-то проект именно то модель какой-то рулаут рулаут по разведке да и формирование новых скважин но опять же мы на примере чуть позже посмотрим то есть может иметь множество вкладок каждая вкладка это большая работа в конце концов это все схлопывается в какой-то один лист и уже у вас есть соответственно основной ответ на поставленный вопрос и какие-то дополнительные детали например определенные финансовые операционные метрики цель продвинутой модели как правило это уже какое-то структурирование сделки сработать так называемый stakeholders то есть по факту вы уже когда работаете с моделью там уже привлекать во первых определенных экспертов по налоговиков например инженеров банкиров с какой-то кредит используется то есть может быть смотрите какие-то коммерческие приложения от банков и эти всю информацию вы инкорпорируете естественно продвинутая модель она более гибкая потому что тут уже очень важная возможность там переключиться очень быстро между несколькими вариантами развития событий между несколькими вариантами поступщиков например и так далее и конечно же там модель уже делается для того чтобы можно было на основе нее например организовать какое-то новое о там вложить него деньги эти деньги уже используют конкретно для развития там какого-то нового направления да то есть на основе этого уже даются команды разного уровня менеджером то есть работа превращается такой стратегической в работу операционную или работу проекта да то есть финансовая модель в целом стратегический инструмент но на ее основе если она хорошо проработана посчитана на ее основе уже можно делать какие-то конкретные планы там помещенные планы по квартальные планы и давать задания отдельным людям какие необходимые знания навыки для продвинутого моделирования и я в принципе расставил может сказать по даже сказал что по важности то есть во первых нужно знать финансовый учет потому что часто люди не заморачиваются там с разбу частности с российскими стандартами в меньшей степени не заморачиваются международными стандартами все как правило там хотят изучать корпоративные финансы строить модели там учитывать ваг и так далее самом деле это далеко не самые важные пункты гораздо важнее понимать как строится отчетность как можно группировать расходы как считать налоги тогда и тому подобное а дисконные ставки например те же самые до далеко не самый важный вопрос простой например артур шубаев который работает с нами в рамках курса продвинутого финансового моделирования и кроме этого работает в очень престижном инвестиционном бутике advanced capital помню рассказывал мне про то что проектами тегазе например никто особо не заморачивается вообще с высчитыванием и дисконных ставок берут просто фиксированную ставку например там 18 процентов не используете дисконтируемые держатых потоков при оценке местных вкладах то есть потому что ну это такой фактор который нужно учитывать сказать заноза в задницу да но без него модель не получится поэтому берут просто фиксированную ставку ее используют для работы далее скиллы в excel и в excel и очень важно конечно оба на продвинутого моделирования чтобы вы могли уже строить для сложной формулы которые могут там парси данные с разных листов там транспонировать данные что можно было там использовать какие-то функции типа индексы да и там в пара и то что можно было быстро считать какие-то отдельные моменты чтобы не расписывать не плодить какие-то таблицы постоянно даже можно было делать более не компактную модель и при этом чтобы изменения в одном пункте до сразу транслировались на все остальные листы и соответственно транслировать на а вот тут а также очень важный момент что можно слишком сильно довести до фанатизма работу с excel до работы с формулами и после этого получить такие формулы которые вы будете гордиться но человек который будет вашу модель читать он их понимать не будет этого такого не было да можно например пользоваться диспетчером имен то есть давать каким-то формулам имена чтобы человек хотел посмотреть что туда входит в эту формулу он просто в общем-то блок это понял о чем идет речь вместо того чтобы там постоянно бегать по листам понимать там что на что вы умножаете там делите куда вы берете там функцию максимума там и так далее далее треслевая специфика big picture да почему это важно потому что вы можете построить довольно-таки сложную модель с точки зрения экселя там с точки зрения учета но допустим эта модель будет нерелевантна для конкретной отрасли потому что в данной отрасли есть свои какие-то серьезные нюансы например вы не будете брать там модель которая пригодна для ритейла ее использовать для оценки нефтяной компании точно так же вы скорее всего не будете брать модель какой-то производственной компании и использовать ее для оценки интернет-бизнеса определенного да потому что везде есть свои определенные нюансы есть везде свои определенные метрики выручка по-разному зарабатывается денежные потоки по-разному устроены и даже если вы будете экспертом в связи там между формами отчетности если вы будете экспертом там в налогах то не факт что вы все равно будете в итоге производить качественный продукт кстати ребята вы можете задавать вопросы в чате как я уже говорил в самом начале если кому интересно получить копию продвинутой модели пишите в группу и мы вышлем ее вам в течение суток важный момент если будете писать указывайте сразу свой имейл чтобы потом у вас не переспрашивали то есть как я уже говорил то есть своя специфика очень важна потому что целая специфика а может не только не только показывает что вы профессионал да то есть вы знаете там бизнес нефтегаза да апстрима например или вы знаете бизнес да там онлайн школ да то что сейчас популярно стало а вы банально не допустите какую-то ошибку которая на порядок изменит конечный результат и допустим отпугнет инвестора даже тут не было такого что вот вы сделали модель все выглядит хорошо как только пришел эксперт посмотрел там что-то в этой модели подремонтировал то конечный результат будет таков что специальный вестер там скажет слушай мне это неинтересно что-то вы тут вообще много у вас затрат каких-то которых раньше в предыдущей версии не было налоги вдруг появились и там покупаемость инвестиций там уже не три года да там 10 лет нет нет спасибо мне это не нужно самое главное не допускать такого рода ошибок раз таки понимание целой специфики вам это позволит не делать в конце концов бизнес джаджмент что имеется ввиду имеется ввиду что в вашу модель да когда вы строите модель нужно не по крайней мере пытаться фокусироваться не на том что у вас крутая модель там рабочие все красиво выглядит так далее или какие-то нюансы например как закладывать лаг в оборотном капитале далее как закладывать лаг от эффекта капитальных затратах например да а самое важное это то чтобы эта модель имела смысл с бизнесовой точки зрения то есть модель это то что описывает реальный бизнес реальную компанию да только в виде цифр то есть все наверное знают что есть разного там рода орк есть орг схемы есть схемы описывающие бизнес процессы есть разного рода регламента да вот эти все вещи есть в любой нормальной компании то есть у вас есть какие-то картинки у вас есть какой-то текст то есть вы можете компании представить с точки зрения орг структуры вы можете компании представить с точки зрения цепочки создания ценностей вы можете представить компания с точки зрения там карты бизнес процесса точно также можете представить компания с точки зрения финансовой модели то есть очень важный момент чтобы вы могли видеть лес среди деревьев вот и приведу пример чтобы было понятно к чему я веду недавно помогал людям с с каким-то заданием в один из венчанных фондов где кандидату попросили построить финмодель для некого какой-то микрофинансовый тип организации что-то в этом духе и какой-то интернет интернет агрегатор или что-то в этом роде который помогал людям брать быстро кредит вот а и то есть были даны какие-то определенные assumptions ассампшин за которые может быть имели смысл определенный но я уверен что там не было всех ассампшинс которые нужно учитывать и было сказано вот там построите на модель естественно когда мы дают все ассампшинс если вы знаете как выглядит модель построить ее это расплюнуть другой момент был что никто не учел серьезные затраты в этом бизнесе на маркетинг то есть там привлечение клиентов которые могут там доходить порядка до 40-50 процентов от выручки соответственно так как с марки с расчета маркетинга никто особо не заморачивался из этих кандидатов а там получался какой-то дичайший арар типа сто процентов в год с маржой и беды там по 80 процентов и по факту ну с точки зрения модели все круто все правильно ошибок нет там все делали оценку компании на основе там free cash flow to firm то есть с точки зрения там регламента да или best practices модели были неплохие но с точки зрения бизнеса они были совершенно дурацкими или еще пример такой краткий я помню работал на сделке по продаже завода завода производителя бумаги и ребят которые делали оценку этого завода до того как я пришел в компанию они просто взяли выручку ее как-то просто экстраполировали вот на основе регрессии и сказали вот там такая-то будет выручка да но понятное дело что это был в итоге полный чушь и почему потому что нужно думать с точки зрения бизнеса с точки зрения бизнеса этот завод делает выручку да за счет объемов и за счет среднего чека соответственно если у вас объемы принципе уже на максимуме да то есть производительные заводы на максимуме 95 96 процентов возможный то логично что единственные по факту у вас может быть фактор роста драйвер как модно говорить это рост среднего чека вот рост среднего чека ну и тут уже нужно смотреть по продуктам да может ли компания там переключаться между продуктами как где можно ожидать там рост цены и так далее и тому подобное то есть тут уже нужно детально работать ребята не заморачиваются они просто взяли и экстраполировали выручку таким образом там были какие-то написаны двузначный темп роста когда компания реалистично выручку выручку не более чем на инфляцию сами понимаете какой эффект на оценку это показал учитывая что выручка это основной сути факторами драйвер стоимости компании какие у меня есть к вам рекомендации по поводу моделирования да по поводу того как научиться строить сложные финансовые модели то есть первое да это практика то есть для того чтобы вы могли начать там перейти с какого-то базового уровня на продвинутый первую очередь вам нужно убедиться в том что вы умеете досконально строить какие-то базы в модели выполнять какие-то простые вещи а то есть это как принципе где угодно спорте да если вы там занимаетесь не знаю боксом условно да вы там первое время будьте отрабатывать там удары на груши и когда автоматизм не доведете потом уже будет какие-то сложные приемы отрабатывается там спарринг и так далее там уверен что это то же самое что касается каких-то технических направлений да тоже нужно сначала набить руку да то есть на тренироваться на том что по сути является фундаментом потом уже какую-то настройку делал сначала нужно максимально практиковаться на базовых моделях я перед тем как начал строить какие-то более-менее сложные модели у меня уже за поясом был опыт там не знаю построение более сотни простых моделей которые я делал там по однотипному шаблону и менял какие-то отдельные элементы согласно как мне казалось тогда да там отраслевой специфики есть какие-то вещи там я менял может быть это деталь не выручку моделировал где-то детали расходы моделировал но в целом я сначала очень много работы там с одним и тех же шаблоном пока я не выучил этот шаблон наизусть и не мог очень быстро на коленке посчитать там стоимость например какой-то компании после этого уже начал начал работать с какими-то более сложными вещами опять же блоками да там сначала научился строить модель выручки потом научился строить модель расходов а потом до меня доперло как моделировать оборот на капитал и почему это нужно делать и почему важно почему этот момент важен быстрорастущих компаниях и так далее то есть все нужно делать последовательно и самое главное это практика второй момент двигаться от общего к частному что имеется ввиду то есть опять же отсылка к базовой модели база модель помогает строить блоки помогает учиться тому чтобы понимать с точки зрения структуры как эта модель должна строиться простой пример в рамках там базового курса моделирования даже скорее не курса а модуля в рамках базового модели моделирования часто сталкиваюсь с такой проблемой ребята например там посмотрели курс сделали практические задания потом на живом кейсе я даю им работу по прогнозированию отчетности вот и чаще всего это занимает гораздо больше времени чем я ожидаю почему потому что важно понять последовательность работы с чем нужно работать когда чего мы начинаем что мы пропускаем что потом вернуться до с какой формы отчетности мы начинаем какую форму делаем потом чем все это заканчиваем где мы считаем какие-то отдельные блоки если у нас ошибки там баланс например не бьется где мы скорее всего где скорее всего эта ошибка была допущена да на опыте это становится понятым где нужно смотреть если мы не можем найти да там как включить например метод исключения и эту ошибку там найти за 10-15 минут то есть очень важно понять процесс работы важно понять блоки и после этого уже можно усложнять да например у вас ваша задача стоит оценка компании оценка там справедливой стоимости ее акции вы начинаете например с ебеды заканчивается свободным денежным поток да каждую строчку можно там отдельно посчитать в отдельной вкладке всегда что-то можно усложнить всегда можно усложнить расчет налогов всегда можно усложнить расчет затрат всегда можно более детально поработать с выручкой вот тогда и тому подобное но если у вас нет общего скелета наращивать какое-то мясо на нем будет сложно всегда думаете про аналоги например с кораблем да начинается корабль начинает строиться скилл да потом начинается какой-то общий скелет потом уже там вступает обшивка там палубы и все остальное то же самое абсолютно с модели вот если вы не научитесь строить скелет если вы научитесь понимать как делать вот эти блоки в какой последовательности то нет смысла там уже углубляться в какую-то специфику считать какие-то метрики и так далее у вас просто ничего не получится третье изучайте разные отрасли работайте с разными моделями то есть что имеется в виду если вы например будете научиться строить какую-то базовую модель после этого начнете сразу эту модель усложнять как-то какие-то формулы там придумываете автоматизировать ее определенным образом круто вы например научитесь очень круто моделировать ритейл или очень круто моделировать банки но это не даст вам особого плюса в жизни потому что в жизни нужно быть более гибким и нужно знать на каком-то определенном уровне несколько разных отраслей да потому что скорее всего будете вы не будете работать с проектами в одной индустрии вот и поэтому есть смысл строить модели разного уровня сложности с разной отраслевой спецификой в противном случае вы будете экспертом в чем-то одном а как правило если говорить из опыта то в модели каждый какой-то дополнительный винтик дополнительный нюанс который вы рассматриваете после определенного момента он уже не приносит особой пользы особой ценности этой модели вот это тоже нужно всегда помнить поэтому после того как вы себя комфортно чувствуете с алгоритмом построения после того как вы понимаете какие-то технические моменты да какие формы можно использовать для того чтобы простить какую-то работу то после этого есть смысл начать изучать отраслевые нюансы да лучше уметь строить отраслевые модели на каком-то среднем уровне чем быть экспертом там в каком-то одном направлении и в итоге это как правило особо там не оплачивается дополнительно всегда опять же это помните опять же показывайте свою работу экспертам получать пидбэк тоже важный очень момент потому что здесь чаще всего какой риск возникает вы например научились технически очень сильно прокачались можете строить модель быстро можете много чего автоматизировать но вы постоянно допускаете какие-то ошибки которые вы не видите может быть ошибки концептуальные то есть ошибки связанные с тем что вы отталкиваетесь от неправильного показателя что вы строите например оценку компании ну такой тупой пример да но будет наверное большинство из вас понятен вы например дисконтируете свободные денежные потоки там под неправильную исконную ставку или вы неправильно рассчитываете на НДС тоже тупой пример но важный и так как никто не поправляет вас никто не видит ваши модели вы все правильно вы думаете что все правильно делать потому что модель бьется потому что никаких ошибок технических нет и потом когда уже дело доходит до реальной жизни да то вы можете там очень сильно искать накосячить вот и там потерять заказчика или потерять работу даже ну скорее не работы там выговор получится премии решить да если будете косячить много и это будет неприятно это будет неприкольно в конце концов есть такая пословица да что старую собаку новым шутками научишь поэтому если вы укоренитесь там сказать в своих своей неправоте в своих каких-то привычках которые дают некорректные результаты то потом будет довольно сложно что-то поменять поэтому очень важно там на процессе на этапе учебном да на этапе становления чтобы кто-то мог вам всегда подсказать что вы делаете неправильно где вы косячите да где есть какие-то нюансы допустим в моменте их исправлять не нужно но с ними можно было бы поработать да и так такого кстати рода менторство мы даем в том числе там на наших курсах в частности курс по моделированию или как мы сейчас все это вместе объединили в программу университетного аналитика так давайте посмотрим пример финансовой модели буквально несколько минут этому уделим вот и я еще раз повторюсь что если вам интересно получить пример сложной модели напишите свой имейл напишите свой имейл напишите свой имейл нам в группу так значит вот здесь есть пример модели по upstream проекту называется проект тюменская нефть вот вот и здесь есть определенное количество вкладок то есть есть там обложка определенная где какие-то показаны скажем так общие моменты допустим тут зашит зашит основной assumption по цене барреля нефти бренд вот и там скидка за качество нефти там в доллар то есть какие-то там общие assumptions которые можно было бы очень быстро менять без того чтобы лезть в какие-то отдельные вкладки вот cover он в принципе полезная вещь это красиво выглядит но не обязательно давайте посмотрим эту модель более детально да то есть вот у нас есть с вами там прогнозы пенеля я там приближусь естественно чуть попозже чтобы можно было более детально посмотреть прогнозы кэшфлоу потому что мы знаем да что денежные потоки и винрез это вещи которые далеко не всегда бьются между собой так как мы делаем например оценку проекта да или оценку компании то нам нужно как правило отталкиваться от поток а не от пенеля есть вкладка там valuation непосредственно да то есть уже конечная там версия где показана непосредственно стоимость проекта на основе всех наших assumptions и далее показаны определенные инпуты то есть как раз таки о самшестве предположения и построены отдельные модели внутри модели как я буду говорить то есть построены отдельные там расписания например расписание по вводу скважин в эксплуатацию там на на уровне каждого месяца сколько там скважин когда вводится соответственно нефтегаз таким образом устроен да что у вас там аутпут он со временем падает причем довольно таки сильно то есть если вы в день сначала можете там качать х баррель нефти да то через год это может быть там цифра в 20 раза ниже то есть соответственно вместе с этим именно это является там одним из факторов которые обесценивает капец нефтяную компанию со временем поэтому нефтяную компанию постоянно приходится искать новое месторождение или покупать новое месторождение для того чтобы наращивать выручку или как минимум держать выручку или добычу более правильно на одном и том же уровне вот есть модель выручки нефтяной компании да есть модель операционных затрат есть модель такая спаренная по капитальным затратам и чистому оборотному капиталу вот я предлагаю начать сначала с input с input да или там с assumptions и после этого уже перейти к отдельным расчетам и в конце концов уже смотреть там на результирующие формы отчетности и evaluation который сделан основе опять же мы не будем там прям по строчкам двигаться я какие-то отдельные покажу моменты вот как видите в макро здесь зашиты переменные связанные со временем например когда там начинается проект в каком году в каком квартале в чем происходит измерение да там месячные квартальные расчеты то есть тоже очень важно для того чтобы там получить конечный результат далее показан например цену на нефть там марки бренд скидка за качество соответственно показан например стоимость транспортировки в расчете на тонну показан там обменный курс тоже там следует учитывать потому что если мы это российский проект здесь соответственно затраты будут операционные в рублях а выручка соответственно будет то вот то есть там этот момент связанный с валютной разницей да он может либо играть на руку либо наоборот оказывать давление на маржу то есть многие наверное слышали такое выражение как рублевая бочка здесь далее показаны инфляции какие-то макроэкономические как видите в основном предположения показана пошлина экспортная показана затраты на транспортировку нефти уже внутри россии вот и в принципе показан опять же там заложен налог на прибыль там то есть такие чисто макроэлементы которым уже парсится то есть не парсится даже которым уже связаны которые залинкованы другие данные то есть далее то есть что влияет на выручку да чтобы мы понимали на компанию естественно объемы умноженные у нас на среднюю стоимость параллель там за вычетом разных там пошлина и так далее называемый нетбэк да и естественно объемы зависят от производительности там одной скважины и от количества новых скважин которые появляются поэтому мы с вами следующим моментом рассматриваем следующим шагом рассматриваем именно так называемый drill schedule то есть расписание по тому сколько новых скважин вводится в эксплуатацию и соответственно сколько этих скважин всего работает что от этого будет зависеть будет зависеть объема который потом умножается на какой-то x и получается выручка вот есть определенные тут уже технические коэффициенты да например там дебит скважины сколько тонн в день одна скважина в самом начале добывает да в данном случае написано что для всех скважин например 60 тонн в день опять же здесь могут быть какие-то сразу скажу метрики которые я не очень хорошо знаю потому что я не считаю экспертами в тегазе абсолютно и какие-то строчки могу просто пропускать чтобы на них не останавливаться вот но в целом опять же можете потом сами изучить если вы напишите в группу да и укажите свой email вот кстати эта модель там естественно более детально объясняется непосредственно самим автором в рамках курса продвинутого моделирования то есть в конце концов что мы имеем здесь не такая кстати не такое большое расписание по крайней мере визуально ну не кажется чем-то объемным но главное что это дает результат результат сколько всего там скважин вводится каждый месяц да и соответственно сколько всего скважин работает каждый месяц приносит данной компании непосредственно объемы которые уже после этого компания превращает объемов выручку естественно модель выручки тоже есть определенные там assumptions вот что кстати интересно что модель довольно таки продвинутая но здесь например все assumptions не собраны на одном листе вот есть лист отдельно там для macro assumptions но например для каких-то более детальных вещей предположение делать непосредственно сами вкладки вот то есть здесь какие-то данные там парсятся с других листов например мы видим то же самое там netback парсится из вкладки macro непосредственно объемы добычи или добычи парсится с листа drill schedule соответственно там объем добываемой нефти уже рассчитывается непосредственно там на основе этих цифр и с учетом определенных коэффициентов вот например здесь указывается определенный коэффициент добываемой нефти под экспорт тут не очень хорошо видно может быть на экране это синим цветом отмечено то есть что это означает да что если мы экспортируем то мы получаем выручку в долларах но при этом платим определенные пошлины и нанесем определенные расходы на транспортировку если внутри страны то соответственно мы получаем рублевую ставку но какие-то определенные расходы отсутствуют вот здесь показано выручка на внутреннем рынке на экспорте и того выручка разбивки по месяцам тоже интересный момент потому что на самом деле извините здесь не по месяцам здесь по годам показано вот других вкладок то есть для проектных моделей очень часто может быть довольно-таки большая детализация по крайней мере первые там год-два могут быть прогнозы построены помесячно при этом после этого несколько лет могут быть показаны квартальные цифры уже потом показаны годовые значения это очень важно потому что такую модель как правило потом используют уже для проектного менеджмента для того чтобы могли в самом начале не запокапить могли в самом начале иметь большой контроль над происходящим и для этого нужны детальные расчеты на первые то есть за короткие шаги можно было быстро оценивать эффективность да отстаем от расписания отстаем где какие-то bottleneck и так далее потом уже когда компания выходит на определенный уровень там уже большой уровень контроля по крайней мере со стороны топ-менеджмента может быть не нужен следующее у нас есть допустим вот лист с операционными расходами здесь показаны естественно ну на мой по крайней мере визуально лист больше чем предыдущие листы которые мы с вами видели особенно лист выручки ну опять же почему потому что лист выручки был по сути размазан на три листа на макро на drill schedule и соответственно сам агрегирующий агрегирующий список точнее не список а лист соответственно если в одном листе делают тоже получился бы довольно таки объем здесь вот у нас есть опекс да там инфляция издержек естественно парсится там из макро есть определенные расходы в расчете на баррель вот есть какие-то естественно коммерческие общий несоверный расход дальше довольно таки детально считается НДПИ налог на добычу полезных ископаемых вот в данном случае автор эксперт в своем деле да и поэтому вот он НДПИ нормально расписал если бы эту модель там строил я или кто-то другой то скорее всего там НДПИ я бы не смог там нормально так детально посчитать я бы взял просто какой-то коэффициент также это отличает там эксперта в отрасли от того же самого дженералиста который может строить базовые модели там модели среднего уровня потому что он там всех нюансов может не знать и все нюансы детально посчитать не может в принципе если цель стоит там просто посчитать на коленке то детали можно много не включать если эта модель там использовать потом для проектного менеджмента то здесь важно рассчитывать эти вещи как НДПИ ну там 30-40% от выручки спокойно может занимать в эффективном расчете флот показан тоже там в баксах все считается ну здесь модель видимо в долларах автор решил долларов устроить там налог на имущество опять же я понимаю не особо детально здесь рассчитывается видимо не особо важность спрос пока на 2,2% транспортировку это расходы переменные то есть здесь соответственно у нас ставка какая-то на тонн идет какие-то расходы парсятся из других листов какие-то расходы считаются здесь вот и того мы видим да какие основные затраты там нефтяной компании экспортная пошлина операционные операционные затраты на добычу SG&A да или коммерческие общие административные вход отдельно стоит НДПИ и там остальные налоги там транспортировки в принципе кстати видим да что НДПИ например занимает вот семнадцатый год показан шесть шестнадцатых да то есть шесть шестнадцатых это грубо говоря больше чем треть в девятнадцатом году НДПИ занимает от общих затрат там порядка половины вот это довольно таки существенно как я говорил там только что спокойно там 30-40% от выручки можно занимать если взять там всю налоговую нагрузку там налог на имущество налог на прибыль всякий социальный взнос опять же здесь я не знаю сколько это детально рассчитано я думаю что автор решил много времени на это не тратить то естественно общие там налоговые расходы могут довольно таки сильно оказывать давление на маржу там пятьдесят может 60-60% там прямых косвенных налогов здесь НДС еще по-моему не учтен то есть тоже важный момент тоже оказывает негативное влияние там на кэшфлоу компании ну и капекс Networking April тоже мельком посмотрим причем здесь кстати интересно что у меня зум уже 150% но при этом ну нет 150% сейчас сделаем то есть показаны капитальные затраты капитальные затраты на соответственно новые скважины то есть там такой инвестиционный капекс там вложения да и там мейтингс капекс то же самое естественно автор очень детально там расписал на соответственно поддержание деятельности капекс на на бурение то есть на новые активы показан сразу расчет показана амортизация довольно таки детально все это на самом деле рассчитано здесь с учетом там временного фактора да то есть по сути модельки построим на самом деле на порядке на 20 лет или даже больше то есть все эти моменты тут учтены далее там по оборотному капиталу чисто оборотный капитал чок там дебиторка кредиторка интересно что рассчитано в днях потом это все естественно можно конвертировать в какие-то проценты и в конце концов конвертировать это в реальные доллары там или рубли я как правило там чок строю в процентах в процентах сразу то есть там считать дебиторку от выручки но видимо там best practices или может быть просто персональная преференция автора в том чтобы рассчитывать такого рода показатели в днях оборачиваемых запасов кредиторки только основные составляющие чисто оборотного капитала вот ну естественно для нас для модели для cash flow важно понимать именно изменение чисто оборотного капитала потому что если он увеличивается постоянно означает что мы нужны как акционеры деньги либо докладывать бизнес чтобы он мог расти дальше либо мы не можем платить там себе какие-то дивиденды возвращать капитал деньги должны оставаться в нашей компании тут уже все зависит от конкретных кейсов окей ну и соответственно в конце концов на основе вот этих мини моделей мы с вами получаем там прогноз PNL мы с вами получаем cash flow сейчас более детально посмотрим хотя в принципе тут ничего сложного не будет да там есть выручка выручка там на внутреннем рынке выручка от экспорта общая выручка там минус экспортная пошлина включаем чистую выручку то есть соответственно минус расходы разные операционные SGNA NDPI FOT там налог на имущество и так далее получаем в итоге некую EBEDU вот видимо EBEDU видимо амортизацию автор решил там не зашивать SGNA отдельно отдельная строчка написала ниже вот заметьте кстати такой момент что здесь нет такого понятия как валовая прибыль это как раз таки вот один из нюансов посмотрите отчетность той же самой той же самой Лукойл или Роснефти там нет такого показателя у вас будет выручка у вас будет опекс у вас будет уже соответственно операционная прибыль EBEDU вы в отчетности не видите потому что это нестандартный показатель non-gap как говорится но вот внешний вид опять же да это учтен все этот фактор здесь модель нет такого понятия как валовая прибыль причем тоже нюансы видимо тоже отрасливые что например SGNA в себя не включает в данном случае ФОТ вот опять же не знаю но скорее всего это часть это именно расходы на людей которые занимаются какой-то операционной деятельностью вот но здесь опять же кто хочет напишите сообщение группы свой имейл укажите чтобы получить эту модель там более детально посмотреть опять же я по строчкам прям не хожу соответственно там EBEDA минус амортизация получаем EBIT минус процентные выплаты которых здесь в принципе нет потому что видимо автор решил не закладывать долговое финансирование в эту модель я уверен что это можно сделать при желании получаем там до налоговую прибыль минус налог на прибыль и получаем чистый прибыль ну соответственно чистая прибыль это не кэш эту прибыль нужно нормализировать из этой прибыли нужно вычесть инвестиции в оборотный капитал чистый оборотный капитал вместиться в капекс и так далее соответственно так это происходит да начинаем с чистой прибыли учитываем в чистом оборотном капитале учитываем капитальные затраты капекс то есть инвестиционную деятельность компании учитываем финансовый там денежный поток и на основе этого соответственно получаем денежный поток за период и при желании можем посчитать если хотим опять же там баланс кэша то есть баланс денежных средств на конец периода и только после того как все это готово естественно мы с вами можем уже перейти непосредственно валюэйшн в частности мы можем увидеть что валюэйшн тут занимает ну на самом деле очень мало места в своей практике тоже могу сказать что валюэйшн в принципе это самое легкое что можно уже сделать когда у вас есть все готовенькое все assumptions все потоки распланированы там уже взять использовать какую-то формулу в Excel или даже если вы ее не знаете использовать какую-то формулу из учебника там вручную посчитать с помощью там равно плюс-минус поделить там и так далее это довольно таки просто становится в данном случае даже если посчитать конкретно то оценка занимает ну вот с девятой строчки по 30 то есть по факту там 20 21 строку операционный денежный поток у нас парсится с другого листа из кэшфлова естественно выплаты парсится тоже из из пионеля в данном случае хотя в принципе выплаты можно в кэшфлова указать капитальный затрат тоже естественно парсится там из кэшфлова но в данном случае автор решил парсить их непосредственно из расписания хотя это можно было попарсить тоже из кэшфлова так как это уже агрегированная цифра также считается при кэшфлоу собой надежный поток соответственно как вы видите вак здесь вообще о чем я говорил на самом деле в самом начале он вообще играет минимальную роль 15 процентов просто стоит и все никто его даже тут не рассчитывает бак 15 процентов почему ну так принято в россии это стандартная исконная ставка для нефтегазовых проектов бывает и выше бывает ниже в штатах например используется ставка 10 процентов так называемый пиви тэн модель пиви тэн тэн это 10 процентов соответственно 10 процентов вот и все терминальный темп просто да потому что мы все таки оценим там нефтегазовую компанию то есть это не какая-то скважина которую вы купили истощили и все больше кэши не имеется здесь какой-то есть определенный прогноз роста денежных потоков бесконечности потому что это нефтегазовая компания будет постоянно заниматься тем что будет покупать новые месторождения или экспорировать да то есть исследовать и вводить в эксплуатацию новые месторождения ну и соответственно дальше уже считать там в принципе ничего да когда у вас есть вак у вас терминальный темп роста то есть вы можете продисконтировать каждый денежный поток с учетом фактора дисконта опять же все очень легко считается здесь тоже есть свои определенные нюансы но их раскрывать сейчас не буду вот может быть те кто изучит эту модель более детально смогут потом просто сами написать там в личку например да и сказать я тут один нюанс заметил который мы раньше не сталкивались естественная сумма денежных потоков да это очень легко уже когда продисконтировать денежные потоки все это сложить это дело десяти секунд терминальная стоимость в данном случае считается через модель гордона или гордона хотя можно считать через мультипликатор но тут видимо автор решил использовать ее может быть так принято в его компании не знаю естественно складываем прогнозные денежные потоки с терминальной стоимостью получаем стоимость компании ну и дальше если бы целью работы всей модели была там оценка акционера капитала можно было бы уже там очистить каких-то балансовых значений получить справедливую стоимость заняты капитала соответственно справедливую стоимость каких-то долей там так далее и тому подобное то есть вот пример такой продвинутой модели опять же я ее несколько раз видел для меня она уже не кажется там особо продвинутой потому что я уже привык ее видеть я уже знаю в принципе основные блоки знаю что где можно менять там почему это так выглядит и так далее где можно было бы ее усложнить при желании но думаю что для большинства из вас это довольно сложный вариант в принципе если бы вы могли строить модели такого уровня сложности вы могли бы претендовать во-первых на какую-нибудь высокую зарплату во-вторых вы могли бы там данного рода навык уже использовать для для других целей не только там для цели оценки и для цели там работать как потому что по сути умеете строить каждую модель умеете расклад бизнес по составляющим то вы можете и бизнесом заниматься вы можете и бизнес-девелопментом заниматься и проектом проекта какой-то работы да и так далее и тому подобное то есть я уже не рад говорил на многочисленных предыдущих вебинарах что нацомоделирование это навык который необходим в принципе любому человеку который работает в бизнесе в коммерческой структуре потому что везде можно использовать либо полностью знание моделирования либо отдельные элементы в своей работе и проектный менеджер может использовать и там человек который работает оперейшнс может использовать эти данные и человек который инвестирует деньги человек который является топ-менеджером человек который работает сугубо там в банке где-то там выдает деньги то есть везде можно использовать навыки знания финансового моделирования так что еще ребят я посмотрю какие вопросы вы тут писали тут пишут где можно скачать пример ребят оставляйте свой имейл сообщениях группы мы обязательно в течение суток вышли вам доступ данной модели чтобы вы могли непосредственно скачать посмотреть и например если будут какие-то вопросы задать их мне личные сообщения все надеюсь знают кто я такой все знают меня найти поэтому пишите вот также хочу заметить что у нас с этого года произошло произошли небольшие изменения в наших курсах в частности мы объединили многие наши программы то есть многие наши отдельные курсы в отдельные программы то что я сейчас показывал сегодня рассказывал более детально изучается на программе инвестиционный аналитик или инвестмент аналитик так называется программа инвестиционный аналитик в который входит три курса или три модуля более правильно базовое моделирование продвинутые моделирования и сделки M&A или инвестиционные сделки так же называется это все детально там изучается зайдите на сайт только что скинул ссылку зайдите посмотрите может быть что-то вам понравится вы захотите более детально изучить тема которую я сегодня озвучивал захотите научиться моделировать захотите научиться структурировать сделки да то есть по факту приобретете навыки не только там полезно для работы в IB там или в консалтинге да но полезно непосредственно там для private equity для развития бизнеса и так далее то есть получить знания навыки которые будут вам для вас актуальны там до конца вашей жизни потому что то что мы даем мы даем материал даем контент даем информацию которая не только позволяет человеку использовать в моменте в работе да но и позволяет ему данный фундамент использовать для дальнейшего карьерного роста или для развития там своего дела вот поэтому зайдите сейчас на сайт посмотрите какие программы у нас есть и если вы хотите изучить то что я сегодня показывал то обязательно записывайтесь на программу инвестиционный аналитик и сможете детально изучить все темы которые сегодня озвучивал задать по ним вопросы компетентным людям и также познакомиться с ними и с другими участниками курсов на онлайн кейсах в москве вот сейчас если есть какие то вопросы я готов их рассмотреть готов на них ответить подписываться также на социальные сети остальные если вы недавно с нами у нас есть телеграмм у нас есть инстаграм есть группа в фейсбуке да мы активно также развиваем наш блог он у нас находится на главном сайте софтвернт.орг так в принципе я смотрю что каких-то релевантных вопросов не вижу особо много как я уже говорил если вы хотите получить копию модели пишите пожалуйста сообщение группы пишите свои имейлы мы к вам обязательно вернемся в течение суток вот рад что никто не задал вопрос будет запись потому что мне кажется это то что обычно от людей играется таким таким вопросом так ладно я новых вопросов не вижу значит ребят тогда всем хорошего вечера заходите на наш сайт смотрите программы или какие-то отдельные курсы или модули которые вас интересуют пишите нам мы обязательно предоставим вам данную цену информацию всем спасибо за внимание всем хорошего воскресного вечера и продолжайте прокачиваться продолжаете сказать двигаться вперед двигаться вверх всем спасибо за внимание ребят всем пока 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 Субтитры подогнал «Симон»